Мы пришли по поводу софтам к тому, что софт-объектив на основе симметричных двухохроматических менисков, то есть ни одного, а двух. Среди резких объективов мы перебрали тоже достаточное количество и пришли к всем известному Дагору. И у нас Дагор и двойной протар в разных фокусах присутствуют. Повалил у вас такое? А вот взять и попробовать, что еще не пробовал. Мне жутко было интересно, особенно, конечно, было интересно, натыкаясь на старинные фотографии. К сожалению, старинные объективы нужно делать реплики, либо нужно делать реплики какие-то сегодня, либо, понимаете, брать конструкцию, брать тоже стекло и что-то уменьшать, чтобы это все было. Либо использовать старые, но реплики все равно делать придется, потому что старые, их мало. Их мало, там они, затворы разваливаются. Сложность в том, что качественные объективы, красивые объективы делались для большого формата, для богатого заказчика. Все очень просто. Для бедного заказчика делались попроще объективы. Для визитной карточки совершенно самые простые, простейшие схемы, там, из двух линз, там, я не знаю. Ну, самые упрощенные, и качество, и стекло, и все. Поэтому, и вот как использовать цифру? Вот, 4 на 5, мы уже сталкиваемся с тем, что, в общем, в принципе, 4 на 5, это как бы кадр маленький. Сначала объективы пробовались, там, парочку. Просто, просто посмотреть, что получится. Но, с другой стороны... То есть, при этом вы уже на большой формат снимали? Да, ну, я лично снимал. Дело в том, что Маша снимала всегда, она как бы чистый фотохудожник, она всегда снимала на средний формат. А я был, да и до сих пор являюсь профессиональным фотографом интерьеров. Применение софт-объектива какого-нибудь, оно искривляет пространство так, как оно хочет. И я не имею к этому никакого отношения. Современный шнайберовский объектив тоже на заднем плане, допустим, удваивает количество веток у дерева, предположим. И тоже делает, как он хочет. Начали мы снимать давно. Я начал снимать еще и раньше, чем Маша. И, знаете, было время еще советское. И все мы были немножко... Знаете, как человек, выросший в искривленном пространстве, это трудно объяснить. Это ты не замечаешь, но ты кривой. Вот так бы я сказал. Человек вот выросший в искривленном пространстве, его потом перенесли в пространство, ну, может, искривленное, но по-другому. И ты кривой. И вот это вот... Это кризис. Это творческий кризис. Потому что там все было понятно. Я против, или я за, или, допустим, я вот не за, не против, а я вот не отказался. И как бы вот... Но если ты живешь в искривленном пространстве, ты его избежать не можешь. Ты в любом случае вот... Даже если ты говоришь о том, что я не участвую с вами всеми ни в чем. И то-то оказывается, что ты своей этой паузой в чем-то участвуешь. Дальше было какое-то вот по инерции движение вот тех, той съемки... Я вообще тогда репортажной съемкой занимался. По инерции движения, а потом ты понимаешь, что уже пространство изменилось. Уже мир иной. Уже совершенно нет смысла бежать впереди паровоза. Потому что ты уже даже не на рельсах, а уже как бы совсем в другом месте. И наступает такой момент, когда нужно сесть и крепко подумать. Я задумался, что мне дорого на самом деле. И что такое вообще фотография. Чем вот она, допустим, отличается от кино, от живописи. И потихоньку начал читать, приглядывать, присматривать. И понял, например, что фотография ценна тем, что произведение искусства на какой-то момент остается без возможности участия самого художника. То есть сцена, которая находится перед нами, это более-менее так мы можем субъективно ее выбрать. Так и сяк. Дальше идет объектив. Раз, раз, раз. И пленка. Как отпечаток пальца, как отпечаток этой ситуации. Мы имеем некоторый инструмент. Который, кстати, дает некоторую степень документальности любому фотоснимку. Почему фотоснимку ощущается, что он все-таки документальный? Потому что художник, он творит, он полностью субъективен в рамках своего холста. В рамках фотографии он субъективный, конечно, но не до конца. То есть мы все привыкли думать о том, что очень важно прочувствовать субъективную часть. Да, все очень хорошо. Насчет субъективности мы все договоримся за пять минут. А в фотографии прочувствовать объективную сторону, не мой объективный взгляд на вашу фотографию, не в этом смысле, а вот ту составляющую, которая как отпечаток пальцев, так и отпечаток прошедшей. Огромное впечатление и влияние оказал Кортье Брессон. Вообще, в принципе. Я думаю, что он огромное влияние оказал вообще на всех фотографов, кто вообще сознательно этим занимается. Ну, не свадебный или похоронный какой-нибудь, а кто творческий фотограф, я имею в виду. Дальше за Кортье Брессоном начинаешь уголубляться, там, оказывается, был Магнум. В Магнуме там были еще несколько человек. Потом думаешь, а хорошо, это Европа. Был ли кто-то в Америке, так, 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 смотришь, так, Юджин Смит не подошел, а вот Адамс, он, Ансел Адамс, я имею в виду. Интересно, ни с того ни с сего, тут Брессон, а здесь Адамс. Там люди, а здесь практически сплошная природа. Первое, что повлияло, это, конечно, Судак, Брессон и Адамс, я думаю. Что касается композиции, то лучше всего начать с изучения живописи. Потому что у нас, к сожалению, фотографии как бы не учат основам композиции, никто и никогда. Лучше всего изучить живопись. И потом потренироваться на натюрмортах, потому что на них лучше всего оттачивать композицию. А советоваться лучше всего с художниками, потому что каждый художник, он обучался композиции, он в этом понимает, и он посоветует лучше, чем фотограф, потому что фотографы не обучались, и не все знают. Знаете, сколько сканирование стоило? В те годы, когда у нас начиналось рекламное дело. 50 долларов мегабайт. Понимаете, да? Почему я мечтал о такой цифровой камере, которая по 40 мегов. Тьфок, 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 тьфок. А потом раз, все, за секунду сбросил, посмотрел, выбросил. Вот это выбрал, и дальше начал чпокать. Цифровых камер много. Снимать можно качественно. Снимать можно в любых условиях. Матрица видит лучше глаза. А живых кадров все меньше, меньше и меньше. Может быть, как раз потому, что фотография именно сегодня снялась, а вечером уже ВКонтакте. Ну, в общем, сейчас вообще с ней сложно стало снимать, потому что он не тот, что был раньше. Потому что там все реклама, там машины. Машины очень много. Семь, два машины. Ну да, поэтому, конечно, очень сложно. И поэтому, собственно говоря, меня спасает вот то, что мне немножко он фрагментами все-таки, ну, как бы, стиль. Потому что когда пытаешься думать, вот как вот так вот снять, это вообще очень сложно вот такие кусочки найти. Здесь как бы попроще немножко. Потому что, во-первых, можно и включать в этот стиль и куски той же рекламы, и тех же машин, чтобы гармонично. В дальномере вы видите всех. Вот 20 человек стоит, а другой вот раз посмотрел, и ухмыльнулся. И вы это видели? А в зеркальную камеру вы этого не увидели. У Лейки есть еще, или у Бесы, есть еще вот такая вот светящаяся рамочка. И Бесы тоже. Ну да. Новая рамочка. Да. Бесы больше. А потом еще как бы чуть-чуть запас. И мало того, что вы видите ситуацию, которая в кадре, но вы уже даже видите человека, который еще не вошел в кадр, а может быть в кадре. Это то же самое, как натюрморт, но только больше. Потому что каналы, мосты, небо, в канале небо, сон, перекресток каналов, солнце либо отсюда, либо отсюда, отовсюду, откуда-то тени. И все это создает вот такой вот калейдоскоп всяких теней. Мы не будем больше снимать Сан-Марко, мы не будем снимать никакие главные архитектурные памятники, мы будем снимать вот только абстрактные вот такие вот кусочки.